Дан треугольник АВС и произвольную точку П внутреннего. Через точку П проведены три отрезка в параллельной сторонам треугольника. Сказать, что площадь треугольника А1, В1, С1 равняется площадью треугольника А2, В2, С2. Через точку П, взятую внутри произвольного треугольника, провели прямые параллельная сторона. Докажите, что площади вот этих вот возникших треугольников двух одинаковы. Рассмотрим треугольник П, С1, В1. Вот она. Его площадь будет равна треугольнику П, С2, В1. Почему? Потому что ВА параллельно А2, В1. Значит, получается, что С2, С1, В, В1 – пропенсия. Значит, площади треугольников П, С1, В1 равняется площадью треугольников П, С2, В1. Первое отсутствие чего равна площадь треугольника П, С2, В1. Она равна площади треугольника С2, В2, В. Опять же, потому что С2, П, В2, В1 – пропенсия. Ну и значит, мы можем рассмотреть также треугольник С2, В1 и доказать, что его площадь равна площади С1, В1, В1. И для третьего скатулника. То есть мы так передвигаем площадь, разлагаем и совмещаем с вторым треугольником. Можем ли вы такой вопрос? Почему эти части не наложатся друг на друга? Мы их рассматриваем. В общем, для обоих треугольников они будут всегда... Именно сумма площадей будет давать площадь большого треугольника. Они там сумма двух минус площадь третья. Ну, в смысле, я не понимаю. Почему точка П обязательно лежит внутри вот этого треугольника? Потому что вот так... Ну, а как он может? Нет, может в ней лежать. Тогда у нас вот это рассуждение не проходит. Как бы... Ну, как это примерно доказывается? Ну, если она лежит вне, то она доказывается, что обоценит треугольник. Мне кажется. Я не понимаю. Я не вижу, как это доказывается. То, что точка П лежит внутри А1П1С. Как? Ну, вы взяли... Собственно, все картинки, по сути, одинаковые. Вы взяли точку внутри треугольника и проводите от нее параллельно одной стороне, потом параллельно другой, потом параллельно третьей. То есть у вас из одной точки выходят три луча. Правильно? Да. Все. Ну, а в таком случае точка лежит внутри оболочки. Если у вас проводится параллельно одной стороне, проводят параллельно другой и параллельно третьей, то... Треугольник из треугольника изначально? Для меня это вообще не важно. Дело в том, что когда вы говорите только о параллельных прямых, то любой треугольник абсолютно эквивалентен разостороннему. И вообще любому другому. Потому что при помощи параллельной проекции можно любой треугольник перевести в любой. но при этом могут у нас точка лежать не столько пассивов? Нет. При параллельной проекции у вас, если точка лежит на отрезке, то и на проекции она тоже будет лежать. Продолжение следует...